Более 50 лет назад в Советском Союзе была начата, а в России затем продолжена разработка методологии установления контакта и прямого общения с представителями, скажем так, разумных сил космоса. Цель этой работы явилась получение не ситуационных подсказок или новых технологий, но знаний о краеугольных фундаментальных законах Вселенной, основных принципах, на котором строится мироздание. В ходе работ получен огромный массив информации о различных так называемых аномальных явлениях, включая феномен НЛО. Разработаны способы общения специально обученных операторов с представителями иных миров. Всего за это время в данных работах, так или иначе, в том или ином виде, приняли участие десятки тысяч человек. Основная цель указанных работ достигнута, и они продолжаются. Например, несколько лет назад впервые в мире в Россию получен способ приборной фиксации и прямого, непосредственного диалога с высшей земной цивилизацией. Итак, результаты этих исследований. Коротко. Вся Вселенная живая. Мы, люди, как часть неизмеримого огромного живого организма Вселенной, должны жить в гармонии с законами, установленными ею для всех своих жителей. Базовые законы Вселенной являются неизменными и обязательными для всех. Их незнание не освобождает от ответственности за их несоблюдение. Их в базовых законах всего пять. Закон развития и совершенствования гласит, что человечество обязано исполнить свое космическое предназначение, для которого оно было рождено, а именно обеспечивать и поддерживать непрерывный процесс развития и совершенствования себя и своего мира, планеты Земля, и своей звездной, солнечной системы. Закон гармонии и красоты требует, чтобы в процессе развития и совершенствования, ответственным за которое является в своем мире человечество, правильно бы сочетались мужская и женская половинки. Основой этой гармонии является любовь. Именно путь любви позволит людям достичь полного взаимопонимания и единого устремления к переходу на созидательный уровень бытия. Закон перемен устанавливает, что постоянным для человечества является только его космическое предназначение, которое надлежит исполнять при любых обстоятельствах. Все остальное – внешние и внутренние условия существования человечества, уровень сознания человека, состояние людского общества и так далее – находятся в постоянном процессе перемен. Закон справедливости или возмездия. Его суть в том, что каждый, кто сознательно или бессознательно пытается нанести вред окружающему миру, людям, животным, природе, сам мгновенно получает обратную реакцию, степень которой прямо пропорциональна его стремлению нанести вред окружающему миру. Вместе с тем, созидательно участвуя в общих процессах своего мира, заботясь о других, бережно относясь к природе, подавая хороший пример детям и так далее, человек обеспечивает свое собственное личное благополучие, улучшает здоровье, формирует переход на новый уровень своего сознания и новые возможности своего физического тела. Так человек продлевает себе жизнь и обретает способность эволюционировать дальше. Закон порядка устанавливает иерархию сил во Вселенной и обеспечивает жизнь человеческого мира в соответствии с базовыми законами Вселенной во всей многомерности их проявления. Это означает, что человечество, не будучи единственным сознательным проявлением жизни во Вселенной, обязано учитывать возможные последствия своей деятельности, в том числе для других жителей Вселенной. Человечество, равно как и все остальные жители Вселенной, должны следовать этике космоса. Соответствуют ли базовым законам Вселенной, например, планы некоторых государств по введению в космос, оружейных систем для решения под любыми предлогами своих военно-политических задач? Абсолютно и однозначно нет. Они им прямо противоположны. Полномасштабная реализация этих задач – верный путь к общей погибели. Расплата ждет не какую-то группу несогласных стран, а все человечество, всю земную цивилизацию, а заодно, кстати, всю Солнечную систему. Задача принятия всеобъемливающего, обязательного для всех землян договора, закона о полном запрете размещения любого оружия в космическом пространстве является первостепенной, создаваемой международным общественным движением и этикой космоса. В каждой звездной системе существует своя главная действующая сила, которая отвечает и за собственное планетарное развитие, и за эволюцию всей своей звездной системы. Сущности, находящиеся на более высокой ступени эволюции, в роли которых до нас выступают, например, так называемые инопланетяне, по правилам космической этики, не могут активно вмешиваться в жизнь чужих миров. Также они не могут по своему желанию напрямую влиять на ход событий и корректировать направление эволюции какой-либо звездной системы, находящейся в сфере ответственности другой расы, пусть и более низкого уровня развития. Однако, высшие разумные силы космоса могут давать подсказки своим младшим братьям, указывать на имеющиеся недостатки в деятельности, ошибки в поведении, неполноту восприятия происходящих событий, то есть на то, что может привести к непоправимым последствиям. Тысячи контактеров это могут подтвердить. Кроме того, у высших разумных сил космоса есть возможность наблюдать за нами, с относительно близкого, в кавычках, расстояния. Так называемое НЛО, которое мы фиксируем в атмосфере и в околоземном пространстве, это по большей части не пилотируемые инопланетные корабли, а выполненные по абсолютно неизвестным нам технологиям дроны из других миров. Они предназначены для контроля за ситуацией в нашей Солнечной системе. Ведь существует сила, которая отвечает не только за свою звездную систему, но и за всю галактику. Иерархия сил во Вселенной строится в зависимости от уровня сознания, населяющих ее существ. Чем выше уровень сознания какой-либо расы Вселенной, тем более она эволюционно развита, и, следовательно, тем выше ее положение в иерархии. Уровень сознания каждый раз соображается в нравственности, этике ее поведения как по отношению к самому себе, так и ко всему окружающему миру. Чем выше уровень сознания расы, тем более этично, нравственно ведут себя ее представители. Они стремятся не только не допустить гибель своей популяции, своей планеты или звездной системы, но и всячески способствовать эволюции, развитию совершенствования других существ. Нынешний уровень сознания человечества крайне низок. Он недостаточен не только для установления эволюционного развития самого людского сообщества, но и просто для выживания на планете. Человечество внутренне разобщено, и в большинстве своем морально деградировало. Преследуя эгоистические, корыстные интересы, оно вполне может истребить себя собой через войны и междоусобицы. В своем потребительском, варварском, наплевательском отношении к природе она ставит под угрозу выживание самой Земли. Кроме того, у людей нет понимания того, что человечество – единый организм. На самом деле оно существует подобно рою пчел или муравейнику, но ни внутри пчелиного роя, ни в муравейнике не бывает войн и вражды между особами. Это существа никогда не уничтожают друг друга, как это делают сегодня люди. Поэтому высшие силы космоса не допустят, чтобы человеческая враждебность, корыстолюбие, эгоцентризм и прочие людские качества были бы перенесены на другие уровни бытия Вселенной, в том числе в околоземное космическое пространство и в дальний космос. Чтобы перейти к созидательному, безопасному для себя и окружающих мира способу существования, человечеству необходимо повысить свой уровень сознания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»